Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Российской Федерации ни один спортивный объект, приуроченный к крупным соревнованиям, не был по срокам сорван. Все были введены. Форс-мажорные обстоятельства и нестандартные решения. Строители ледовой арены выбились из графика. Как наверстать упущенное время? Если света не будет, то жизнь прекращается. Остается только покупать свечки и газовую плиту. Раздел имущества и угроза отключения энергии. Почему из-за войны председателей страдают жители дачных обществ? Жестовый язык совершенно другое. И в России аналогов сегодня нет. Мы, в принципе, не единственные, кто пытались это сделать, но по разным причинам многие компании закрывали свои проекты. Искусственный интеллект вместо сурдопереводчика. Как 3D-аватар Саши помогает общаться с теми, кто плохо слышит. Депутаты ЗАГС Собрания сегодня собрались на первую сессию после летних каникул. Уже началась активная работа над бюджетом будущего года. И сегодня парламентарии приняли ряд важных законов, которые касаются его доходной части. И обсудили главную стройку региона – новый ледовый дворец спорта, график работы на котором пришлось двинуть по объективным причинам. Сергей Толмачев обо всем по порядку. Один из главных вопросов сегодня – реструктуризация бюджетных кредитов Новосибирской области. На федеральном уровне приняли решение – эти деньги должны остаться в регионах. Но с условием. Тратить их можно только на инфраструктуру и привлечение новых инвестиций. По типовому соглашению обязаны были бы срок эти деньги вернуть в Министерство финансов Российской Федерации. Сегодня у нас есть возможность их не возвращать, вложить в инфраструктуру. В основном самое востребованное – это развитие наших промышленных парков, создание новых промышленных парков, в частности, Южный ПЛП. Это подводка инфраструктуры инженерной, транспортной для площадок будущего жилищного строительства. Это социальная инфраструктура. Обсуждают депутаты и проекты государственно-частного партнерства. Бизнесменам они выгодны. Это гарантированное получение денег, пусть и через несколько лет. Так, например, строят поликлиники. Но нагрузку на бюджет нужно тщательно рассчитывать. Если одобрять все подобные проекты, то денег просто не хватит. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы обязательства, подписанные по ГЧП и концессии, через какое-то время, после запуска всех проектов, плохо влияли на развитие нашей области. Потому что можно уйти в обязательства по 50 большим объектам и, соответственно, забыть кэштовку, карасук, еще что-то. Поэтому, скорее всего, мы сейчас будем рассматривать закон, который будет в процентном отношении ограничивать выплаты по ГЧП и концессии. Работа над бюджетом будущего года только началась. Его параметры еще поменяют, как показывает многолетняя практика, в большую сторону. Нужно будет учесть и федеральные субсидии, и региональные транши. Например, летом Новосибирск дополнительно получил внушительную поддержку. Я хотел поблагодарить лично губернатора, депутата законодательного собрания, за вот эти решения, которым городу Новосибирску дополнительно было выделено чуть более 800 миллионов рублей для благоустройства, дорог, инфраструктуры. Это большой объем работы, он еще не закончен, работы ведутся сейчас в завершающей стадии. Но это было очень важное решение, это серьезная была помощь. Еще один вопрос на повестке дня, как вернуться в первоначальный график строительства новой рядовой арены. Сначала сроки сорвала пандемия, на стройплощадке просто не хватало рабочих рук. Потом резкое подорожание бетона, кирпича, металла. Некоторые поставщики не выполнили обязательств. А пересчет закупочных цен требует изменения сметной документации. На это тоже уходит время. Форс-мажорные обстоятельства потребовали нестандартных мер. Правительством Новосибирской области были подготовлены и утверждены распоряжения об увеличении цены двух контрактов, что позволило заново разогнать стройку и оплатить аванс для приобретения необходимых материалов и оборудований. После поступления авансовых платежей компании «Иринальфа» проведены оплаты крупного оборудования с длительными сроками изготовления и поставки. Заключен договор практически первой в Российской Федерации на экспертное сопровождение с глав госэкспертизы России на корректировку проекта поэтапно. Сейчас проблемы с документами решены. Заключен новый договор на монтаж сложной кровли. На объекте трудится около 500 человек. Все прошли полный курс вакцинации. В ближайшее время привлекут еще 200 рабочих. Стройку постоянно контролируют областные власти, практически в ручном режиме. Сейчас наступил решающий этап. Привлечь дополнительных людей, раскрутить темпы, расставить организации и бригады по всем фронтам, чем Министерство строительства, области, заказчик и генподрядчик и занимаются сегодня. Я вас могу заверить, что никаких рисков по завершению в срок нет. Но в подтверждение могу сказать, в Российской Федерации ни один спортивный объект, приуроченный крупным соревнованиям, не был по срокам сорван. Все были введены. То же самое будет и на территории Новосибирской области. Подавать тепло внутрь арены начнут в декабре. Это позволит приступить к отделочным работам. Срок сдачи объекта вместе с благоустройством территории и дорожными развязками остался неизменным. Октябрь будущего года. Сергей Толмачев, Константин Менин. Новости ОТС. Более 200 дефектов за полторы недели. Это примерно столько же, сколько в одном Красноярске фиксируется за весь год. Изношенные новосибирские сети бьют все рекорды после разворота отопительной системы. И наиболее остро это ощущают жители Левобережья. Вчера, 29 сентября, удалось поднять давление по зоне ТС-23. Большую часть обращений, особенно по башне, по Горскому, сняли. Сейчас занимаемся Затулинкой, Северочемским. От них также есть обращения. Все работы мы проводим в течение 24 часов. За эти рамки вытянем и можем себе позволить. Все ресурсы задействованы полностью. Мы мобилизованы. Работаем буквально в режиме 24 на 7, без выходных. А вот долгие отключения объясняются тем, что вслед за одной аварией старую трубу может прорвать еще раз в паре метров рядом. Так, на улице Котовского после устранения двух протечек появилось еще три. Жителям этой многострадальной улицы придется подождать как минимум сутки. Примерно столько же нужно для увеличения давления и повышения температуры теплоносителя на Северочемском. В целом энергетики фиксируют 10-ти процентный прирост аварийных ситуаций на городских магистралях в сравнении с прошлым годом. Десятки жителей СНТ Березовой рощи недалеко от Гусенобродского тракта вынуждены искать жилье. По постановлению суда их капитальные дома могут в любой момент отключить от электричества. А значит, в преддверии зимы оставить без отопления света и воды. Причина – война двух председателей дачных обществ, которые не могут поделить когда-то общее имущество. В ситуации разбирался Александр Попов. Еще несколько лет назад два противоборствующих дачных общества были одним целым. В общем, товариществе «Зорька» проводили электричество, строили дороги. Соседи разделял лишь небольшой перелесок, который стал границей при Дележе. Мирное сосуществование теперь уже двух СНТ – Ант и Березовая роща – длилась недолго. Мы деньги вложили, отсыпали дорогу общую. Она перекрыла нам весной шлагбаум, как говорится. В итоге соседям пришлось делать новый почти полукилометровый въезд. Мы начали отсыпать эту дорогу, 150 камазов кирпича, то есть мы полтора миллиона затратили на отсыпку этой дороги. Дачные войны, пожалуй, одни из самых бескомпромиссных. Так, при Дележе имущество между СНТ Ант и Березовая роща сначала не поделили дорогу. Итог – вот эти шлагбаумы, заставившие дачников искать обходные пути. Следующий шаг – обрезание проводов, когда из-за судебных тяжб десятки людей рискуют остаться зимой без света, тепла и воды. Семья Степаненко долго мечтала переехать на природу. Построили дом, завели большую собаку. Только обжились и вдруг… Если света не будет, то жизнь прекращается. Остается только покупать свечки и газовую плиту. Либо переезжать в съемную квартиру, но не в каждую пустят с 50-килограммовой Бертой. Втроем возвращаться в 20-метровую квартиру в подвале придется и семье Шевченко. А служебная квартира – полуподвальное помещение. Там раньше были… Маленькое совсем, да? Да, маленькое и окна низкие. И таких историй масса. Инвалиды, семьи с детьми. То есть у нас отопление от электричества. Ну, то есть мы очень от него зависим. Пили землю, уже построили дом. Приготовились к зимовке, грубо говоря, и нам уже говорят, что вот, света не будет. Все это из-за замены линии электропередачи. Четырехкиловольтный кабель «Березовая роща» поменяла на десяти. Все бы ничего, на столбы проходят по дороге соседей СНТ «Ант», которые в нескольких судебных инстанциях доказали, что не соблюдены тех условия. Охранная зона должна быть. Вот высоковольно этот провод идет, крайний провод. И проекция на землю, от проекции на землю 5 метров в одну сторону, 5 метров в другую сторону. Конечно, здесь расстояние меньше. Плюс к тому, в Анте утверждают, новый кабель слишком близко расположен к их собственному. И при аварии это может привести к трагическим последствиям. Если вот строения будут, моментально вспыхнут, люди, если кто-то будет рядом находиться, ничего не останется. Именно эти доводы и рассмотрел суд, постановив отрезать соседей от электричества. Правда, проблемы «Березовой рощи» в этом случае не учли. Не рассмотрели альтернативные варианты. Прокладка кабеля под землей путем проколов. Либо строительство линии в обход земель Анта. Но, поскольку у нас местность ложистая и мы граничим с землями МВД, разрешения нам на это никто не даст. Возможно, судебное решение действительно вполне законно. Однако до гуманности тут далеко. И надзорным органам, а также коммунальным службам все же стоит вмешаться, приостановив исполнение судебного решения. Пока дачный конфликт не удастся разрешить мирным способом. Александр Попов, Алексей Зубила. Новости ОТС. Еще один долгострой Новосибирска закончат в ближайшее время. Будущие жители многоквартирного дома на улице Есенина получили поддержку областного правительства. И теперь с помощью механизма масштабных инвестиционных проектов готовятся получать долгожданное жилье. Как продвигается строительство, узнал Станислав Блинов. Из всего жилого комплекса на Есенина 65 заселена только первая очередь. Четыре подъезда вот в этой части. Вторая и третья очереди вот эта часть находятся в затянувшемся процессе. Свои квартиры здесь ждут больше 200 человек, еще 12 лет назад вложивших свои деньги в строительство многоэтажки. Завершение работ с нетерпением ждут не только владельцы квартир. Жители соседних домов уже давно устали от постоянного соседства со строительной площадкой. С того момента, как сваи поставили, наши двухэтажки просто все сыпятся. Раньше нам доступ был к трамвайной линии ходить. Нам удобно было здесь и туда на континент развязка была. А сейчас они огородили, все это сделали невозможно. Работы на площадке прекратили в 2015 году. Застройщик обанкротился. Но несмотря на все трудности, добротный кирпичный дом дольщики не бросили. Собрали еще по 7 тысяч с каждого квадратного метра жилья. В среднем получилось примерно по 300 тысяч с каждой квартиры. Эта сумма, скажем так, если берем дефицит третьей очереди, она не покрывает даже и четвертой части дефицита, которая будет покрываться с помощью государственных программ. С помощью областного механизма масштабных инвестиционных проектов в долгострой вложили больше 60 миллионов бюджетных средств. Уже многие замерзают, потому что понимают, что все в этой квартире, все понятно. И они уже так в голове моделируют будущее у нас. Сейчас самое главное – добыть тепло, чтобы простое не было. По плану две секции и вторую очередь издадут уже в декабре. Третью очередь будут заканчивать в следующем году. Инженерные сети все на площадке уже здесь. Здесь благоустройство замкнуть небольшой объем – тоже реально. И масштабные инвестиционные проекты вытащат и те две секции. И мы закончим с этим позором на Есенину. На сегодняшний день с помощью инструментов субсидирования и механизмов масштабных инвестиционных проектов на территории региона достраивают 38 объектов, которые еще недавно считались проблемными. Станислав Блинов, Алексей Баженов. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. Животное дальше загоняем в станочек. Зашло, встало. Фиксируем переднее за передними ножками. Животное зафиксировано, мы с ним работаем. Избегаются все массовые мероприятия. И вот, как я уже сказал, практикуется в прошлом году такая форма камерности, то есть мероприятия во дворах. Насыщение происходит воздуха ионами соли. Дети отдыхают. 40 минут целый сеанс длится. Один сеанс приравнивается к трем дням посещения моря. Заполеваемость снизилась на 12%. В Новосибирской области проживает вторая по численности киргизская диаспора после московского региона. Сегодня губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с председателем парламента Киргизии Талантом Мамытовым. У нас с республикой Киргизия давние хорошие отношения. Много ваших сограждан проживает на нашей территории. Конечно же, заинтересованы, чтобы и ваши выборы также прошли организованно и спокойно. И ваше государство продолжило путь развития. Перед нами много совместных задач и социально-экономических, и вопросов обеспечения безопасности. В составе делегации депутаты Жигар-Кукинеша Киргизского парламента и руководство Генерального консульства Республики Киргизия в Новосибирске. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного межрегионального и межгосударственного сотрудничества. Мы очень важное значение придаем Новосибирску область, так как здесь пребывает очень большое количество нашей статистики после города Москвы и Московской области. И тому, наверное, служит, в первую очередь, то, что мы являемся членами Европейского экономического союза. Второе – это, наверное, создаваемые благоприятные условия местных органов области. Первый ковбой за Уралом появится в Новосибирской области, а именно в Карасукском районе там реализуют проект мясного скотоводства. Чем заняты аграрии первопроходцы, увидел Константин Клещин. Эти специалисты не любят, когда их сравнивают с коллегами из молочного цеха. Наличие рогов и вымени у подопечных еще не повод к братанию, акцентируют на ферме в Новоивановке. И уточняют – и в СССР, и в России не было мясного животноводства. Только от корм бычков, как попутный вид деятельности молочного производства. От разности целей – отличие подхода. Это не так, как мы привыкли, что у нас есть пастух, который пасет стадо. Нет, здесь заключаться будет его работа в том, что он должен наблюдать за животными. И в случае, если есть какие-то отклонения от нормы, сообщает, и мы уже принимаем меры. То есть там животное не растерилось, или приболело, или еще что-то. Для этого они будут обучены всей владением лосов, животное ловится. Технологию мясного животноводства делят на три этапа. Это репродукция и две ступени доращивания, чтобы достичь необходимой массы тела и качества мяса. Этим, как правило, занимаются разные фермы. Сибирский проект будет включать в себя все этапы, но пока инвестиции в маточный комплекс. Без молодняка все остальное бессмысленно. Поэтому генетика первична. Идет закупка мясных коров, которые дадут потомство. Занимаемся эмбриопроектом. На следующий год порядка двух тысяч будет подсажено эмбрионов нашим доморощенным телочкам. И, соответственно, дальше получение телят, выпас. Дальше идут они на ферму доращивания после отъема. Абердин ангусы, гирифорды и еще некоторые породы – главные объекты этого животноводства. О них в Сибири пока знают лишь искушенные любители мраморной говядины. В ее получении преуспели в Северной Америке и Австралии. Теперь этот опыт перенимают сибиряки. Для снижения расходов используются электропастухи и автоматические поилки. В обустройстве фермы важно, чтобы работник не рисковал, справляясь с животным, которое, даже будучи теленком, имеет эпическое тело Геракла. Животное дальше загоняем в станочек. Зашло, встало. Фиксируем переднее, за передними ножками, за передними ножками. Животное зафиксировано, мы с ним работаем. Хотим мы на уши ставим бирку, чип, хотим кастрацию производим. Вместе с новыми технологиями производства неминуемо приходит и определенная культура бытия. Работники станут ковбоями, атрибутами жития которых являются Лассо, Шляпа Стэдсон и, конечно, Родео. В России оно тоже проходит, центр проведения в Брянской области. И, как заверяют руководители проекта мясного животноводства из Карасука, сибирские ковбои там себя еще покажут. Константин Клещин, Александр Ведерников, Новости ОТС. Прямо сейчас короткая реклама, а сразу после мы продолжим. В жизни есть ошибки, которые легко исправить, а есть те, которые лучше не допускать. В комнате, где работает газовый котел, колонка или плита, спать нельзя. Нельзя оставлять включенную газовую плиту без присмотра. А используя в квартире газ, надо открыть форточку. Ремонтировать и устанавливать газовые приборы самому нельзя. При ощутимом запахе газа нужно срочно открыть окна, покинуть помещение и вызвать службу газа. Ошибки можно исправить, но лучше запомнить правила. Вы хотели бы зарабатывать на сбережении. А я уже до 13,5 годовых получаю каждый месяц. И все средства застрахованы. Центр сбережений – благое дело. Больше полутора тысяч мероприятий пройдет во всех районах Новосибирской области в рамках декады пожилых людей. Она стартует завтра, 1 октября. Физкультура и спорт, концерты, спектакли и экскурсии. Почти во всех крупных медицинских организациях пройдут тематические лектории по профилактике распространенных в пожилом возрасте заболеваний. Будут организованы горячие телефонные линии. Список всех мероприятий с указанием места и времени есть на сайте регионального Министерства труда и социального развития. Избегаются все массовые мероприятия. И вот, как я уже сказал, практикуется в прошлом году такая форма камерности. То есть мероприятие во дворах, мероприятие с малым количеством участников. И будет вновь практиковаться выезд волонтеров на дом. Допустим, в одном районе поедут к тушенькам тыла. Вот в таком формате, поэтому, когда говорят, что количество мероприятий будет меньше, нет, наоборот. Компьютерный переводчик Саша поможет глухим пользователям посмотреть фильмы, воспользоваться банковскими и государственными услугами. 3D-аватар переводится от звучащего языка на жестовый. Принимает облик мальчика, девочки или даже сказочного героя, если помощь нужна ребенку. О важном социальном проекте Наталья Цопина. На площадке для дискуссий технического университета «Аншлаг» идет презентация новых разработок, которые помогут в формировании безбарьерной среды для людей с нарушением слуха. По официальной статистике в России 150 тысяч глухих людей, для которых жестовый язык является родным. А русский наш обычный – это второй язык, как иностранный. А всего в мире русскоязычных глухих около 400 тысяч. Представляете, это население целого города. Посмотреть фильм или телепередачу, сходить в МФЦ или банк поможет 3D-аватар Саша. Технология распознает речь и переводит ее на жестовый язык. Сейчас работают над тем, чтобы жесты программа также могла преобразовать в текст или голос. Это люди, которые не говорят, они просто говорят на другом языке. То есть жестовый язык – это просто другой язык. Вы знаете, есть проблемы с переводом с английского на русский. Звучащие языки похожи при этом. А жестовый язык – это совершенно другое. И в России аналогов сегодня нет. Мы, в принципе, не единственные, кто пытались это сделать. Но по разным причинам многие компании закрывали свои проекты. В мире около 150 жестовых языков. В России переводчиков дефицит. И хотя живого человека компьютерный продукт заменит вряд ли, но будет в помощь. Разработчики объясняют – облачная технология доступна для любого приложения или сайта. Возможности применения безграничны. Социально активный бизнес эта идея заинтересовала. Взаимодействует и с органами государственной власти. На самом деле Минцифра сейчас погружается в сферу цифровизации ассистемных технологий людей с различными ограничениями. И мы видим возможность партнерского сотрудничества и с центрами ограничения по слуху, и с центрами ограничения по зрению, и с разработчиками. И видим свою задачу как раз организацию встреч как экспертов, так и разработчиков продуктов. Такие мероприятия позволят повысить качество разработок и помочь продвижению. Иногда люди просто не знают, что есть ресурсы в помощь слабослышащим. В мире множество компаний, которые работают над подобными проектами. В России именно Новосибирск считают центром технологий. А компания «Адаптис» зовет в команду тех, кто занимается или интересуется жестовым языком. Говорят, нужны носители, глухие люди, чтобы улучшить переводчика. Наталья Цопина, Константин Менин, Новость ОТС. В Барабинской школе номер 92 пропусков по болезни среди детей и педагогов почти не бывает. Третий год там работает соляная пещера. 40-минутная терапия в ней, по словам специалистов, приравнивается к трем полноценным дням отдыха на море. Впрочем, заботятся там и о здоровье психологическом. Конфликт решают школьные медиаторы, а снять усталость помогает сенсорная комната. Подробнее в сюжете Оксана Тимошенко. Целый ливень, да, будет такой? Давай тебя тоже по голове покажу. Сенсорную комнату в школе открыли год назад. Помогли депутаты ЗАГС собрания. Каждый день сюда приходят дети с особенностями развития. Их в школе больше 40 человек. С учениками работают психологи, логопеды, дефектолог. У них страдает память, страдает внимание, страдает мышление. И таким образом мы развиваем. Происходит еще дополнительное развитие. Совместное обучение в 92-й внедрили несколько лет назад. Сегодня она одна из лучших инклюзивных школ России. Впрочем, заботятся здесь о здоровье не только психологическом. Научились противостоять и сезонным вирусам. Борются с ними с помощью соли. Самое главное – это вот этот аппарат Санкт-Петербургского производства. В нее засыпается соль. Устанавливается уровень концентрации. Соль по Wi-Fi соединяется между собой. Насыщение происходит воздуха ионами соли. Дети отдыхают. 40 минут целый сеанс длится. Один сеанс приравнивается к трем дням посещения моря. Заполиваемость снизилась на 12%. Арина Мухина вместе с одноклассниками вдыхает полезный воздух под звуки фимбы. Музыкальный инструмент девочка освоила всего за несколько минут. Польза двойная. Время в соляной пещере пролетает незаметно. Музыка интересная такая. По-новому с этого учебного года проходят и уроки физики. Кабинет оснастили современным цифровым оборудованием. Мы здесь проводим лабораторные работы. Больше изучаем нового. Это вот цифровые лаборатории, которые незаменимы. Стали активнее работать, заинтересовались. Интереснее теперь не только на физике. На уроках информатики школьники осваивают новый электронный конструктор. Знания, полученные здесь, вполне возможно, помогут определиться с профессией и стать востребованными специалистами. Обслуживание ЧПУ станков, например. Почему бы и нет? То есть программирование ЧПУ станков на Сиприсплюсе они могут делать. Они могут разрабатывать собственные проекты, стартапы, начинать по робототехнике. Фундамент мы устроим сейчас. То есть фундамент у них будет, а дальше все зависит только от них. Новые возможности одна из крупных школ Барабинского района, в ней обучаются 650 детей, получила благодаря федеральному проекту образования. Центр «Точка роста» заработал здесь с 1 сентября. Было отремонтировано 5 кабинетов. Это два кабинета информатики, это кабинеты химии, биологии, кабинет физики и библиотека как рекреационная зона. Наша «Точка роста» естественно научно-технологической направленности. Специально выбрали технологическое направление, так как наши ученики, наши выпускники выбирают информатику и на данный момент у нас лучший результат по Барабинскому району. Издавать позиции здесь не намерены. Все дела и проекты привыкли доводить до конца. Теперь вот ждут капитального ремонта здания начальной школы. Он запланирован на 2022 год. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Новосибирск Здравствуйте. Прогноз на 1 октября. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Временами небольшой дождь. Ветер западный 3,8 м в секунду. Влажность 87%. Температура ночью 0,2. Днем плюс 4,6. В последующие 2 суток будет пасмурно. Временами небольшой дождь. Температура воздуха в субботу плюс 1,3. В воскресенье 0,2. На этом о погоде все. С вами была Ольга Савельева. Всего хорошего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»